Уже никого не удивляют нередкие звонки с незнакомых номеров. Они могут иметь рекламный характер, но это, как говорится, полбеды. Гораздо хуже и опаснее, если к вам позвонили с мошенническими целями. В этом случае нужно постараться не стать жертвой злоумышленников. Мы уже не раз говорили об актуальности интернет-мошенничества, которое, к сожалению, стало массовым явлением в настоящее время. Новые технологии открывают широкие возможности для нечестных людей. В случае, если вам звонит якобы сотрудник того или иного банка, то надежный способ не быть обманутым – это выслушать звонящего вам, а потом прекратить разговор и перезвонить на официальный номер банка. Так вы не сообщите мошеннику лишней информации, а также сможете решить проблему, если она действительно существует. Зачастую преступники выдают себя за правоохранителей, с тем, чтобы войти в доверие к гражданам и получить от них нужную информацию для доступа к денежным средствам или сами деньги. Мошенники – они очень хорошие психологи, и находят каждому потерпевшему свой индивидуальный подход. В отчетном периоде был случай, женщина 40 лет позвонили, представили сотрудниками правоохранительных органов, что сына задержали за хранение наркотических средств. И нашли такой подход к потерпевшей, что она совершила порядка 20 операций списания денег со своих банковских карт, различных и кредитных, и зарплатных, через различные банкоматы в городе, и перевела в общей сложности около 300 тысяч рублей, 20 операциями по 15 тысяч рублей. Мошенники хорошо владеют психологическими приемами, и поэтому, чтобы избежать ущерба, нужно проявить внимательность и здравомыслие. Сотрудники полиции не оставляют эти преступления без внимания, поскольку мошенники должны понести наказание. Нами ежедневно при помощи банка данных мобильное мошенничество проводится мониторинг совершенных дистанционных мошенничеств. Это номера абонентских устройств использования при совершении преступления, номера расчетных счетов карт. Устанавливаются совпадения не только по району, по Краснодарскому краю, но и по всей России. Идет обмен оперативной информацией по различным регионам и субъектам России с целью установления лиц, совершающих эти преступления. Как не стать жертвой обмана? Чтобы предостеречь славянцев от интернет-мошенничества, сотрудники отдела МВД России по Славянскому району продолжают информировать граждан. Профилактика доказывает свою действенность, помогая противостоять злоумышленникам. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова